Девочки и мальчики Верно, никак. Верно, Дуняша? Ну, не соглашусь я с тобой, Арсений. Почему? Ведь сильного победить невозможно. На самом деле это не так. Тогда открой нам секрет. Пожалуйста, открываю вам секрет. Силу может победить, например, умение и мастерство. Вот как? Умение и мастерство? Только мне не очень в это верится. Что ж, тогда я попробую убедить и тебя, Арсений, и всех наших телезрителей в том, что это возможно. Послушайте, пожалуйста, сказку. Ее написал Василий Сухомлинский. Эта сказка поможет нам во всем разобраться. Слушайте только внимательно. В саду на лавке сидел музыкант. Он играл на флейте. К его чудесной песне прислушивались и птицы, и деревья, и цветы. Даже ветер прилег под кустом и с удивлением слушал игру на флейте. Играл музыкант про солнце в голубом небе, про беленькое облачко, про серенькую пташку жаворонка и про счастливые детские очи. Замонкла песня. Положил музыкант флейту на лавку и пошел домой. Взвелся ветер из-под куста. Прилетел к флейте, да и дунул со всей силы. Загудела флейта, словно осенняя непогода под стрехами. Подул ветер еще сильнее, а флейта не играет. Гудит, да и гудит. Отчего так, думает ветер? Я легко могу вырывать дубы с корнями, скидывать крыши с домов. Почему же флейта не покоряется мне, не играет? А как вы думаете, ребята, почему ветер не смог покорить флейту? Не смог сыграть на этом чудесном музыкальном инструменте? Это все потому, что у ветра не было умения играть. Он мог только сильно дуть и все. Правильно, а вот по-настоящему играть на флейте ветер не мог. Надо же, Дуняша, ты оказалась права. Сильный ветер не смог сыграть на тоненькой маленькой флейте. Зато теперь вы знаете, что не всегда сила может победить. Тот, кто имеет большую силу, должен пользоваться ею осторожно. И вот об этом следующее стихотворение. Послушайте его. Силач один на свете жил. Он как-то гору своротил. В другой раз приподнял слона, чтоб сила всем была видна. Когда он в чью-то дверь стучал, несчастный дом по швам трещал. И вот беда, с ним не общались. Все силищи такой боялись. Бедный силач, он так и не понял, что нужно пользоваться осторожно своей силой. Нужно быть осторожно, а сильные не всегда об этом помнят. Да, это точно. А вот в сказке нашей о музыканте и ветре ветер, пожалуй, даже и не понял, почему он не смог сыграть на флейте. Ветру нужно было потренироваться, порепетировать и научиться, как надо играть. Может, ветер смотрит нашу программу, и тогда он узнает секрет, что силу может победить мастерство и умение. Будем надеяться, что ветер смотрит нашу программу. Ну что ж, ребята, мы с вами выяснили все вопросы, во всем разобрались. А теперь, думаю, можно отдохнуть и посмотреть мультфильм. Солнце ждет без жалости В спину и бока Дайте мне, пожалуйста, пожалуйста Ну чего же тебе еще не хватает? Ломтик холодка Часом-часом погоны Холодок, холодок Холодок, холодок Было жарко, было грустно Грустно А теперь свежо и вкусно Вкусно Вот приятно, вот от рада В животе моем прохлада Вот приятно, вот от рада 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 Да Это уж совсем неприятно Заболел, заболел жирафик Может, Шарафик? Спаси его. Может, Шарафик?! Связать мы ему должны Шарафик такой длины, такой-ооооой. Ой! Длины. Подбирайте! Африкан! Навязай мне Шарафика! Скажем, скажем. Скажем, дружно Дружным. Дружным, Systems Поскорей! Поскорее-дружным... ПЕСНЯ Вот приятно, вот от радость. Очень рады, очень рады. Какой же он длинный, пушистый, красивый. Большое, большое жирафие. Спасибо. Вот и пришла пора прощаться. Время позднее, пора ко сну готовиться. До свидания, девочки и мальчики. До скорой встречи. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроватках улыбаются во сне. Дремлет облака в постели. Белокрылый ангел-хранитель. Спят игрушки и цветы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok